Потому что то, что происходит в Америке, это, конечно, очень странно. И, с другой стороны, это все на старой дрожи. Странно, потому что все думали, что сегодня, в субботу, должна состояться повторная попытка очередного запуска, который должен ликвидировать отставание в американской космонавтике от российской, которой уже 9 лет. Это попытка доставить американских астронавтов на американском корабле производства Илона Маска до Международной космической станции. Ну, 22-22 по Москве. Мы посмотрим, удастся им это сделать или нет. Но пока мы вынуждены говорить совсем о другом и совсем безрадостном. Потому что совершенно неожиданно для нас то, что произошло в Америке, это, конечно, какой-то ужас. Потому что Америка вспыхнула, Америка вспыхнула страшно. Все началось с удушения афроамериканца в Миннеаполисе, Миннесота. Полицейский оказался белый. Все проблемы, которые возможны, сразу поэтому попали на старые дрожжи. И то, что раньше было Black Lives Matter, движение, которое несколько лет уже активно привлекало внимание полицейской жестокости по отношению к афроамериканцам, вспыхнуло с новой силой. И этот несчастный человек, который, видите, задыхается, он говорил, «Я не могу дышать», и сейчас это тот лозунг, с которым взорвалась вся Америка. Полицейский, который душит, уже в конечном итоге сегодня его арестовали. Его жена заявила, что она в ужасе, ее симпатия с семьей погибшего. И она подала на развод. Я думаю, это, в частности, сделано с тем, что их дом осадила толпа. И, в общем-то, я думаю, что всей семье этого полицейского тоже не сладко. Хотя очень странно себя ведет американская правовая система. Они уже начали... Там, патологоанатом заявил, что несчастный, по-моему, Гайднева фамилия, скончался не от того, что его душили, а от того, что у него был большой набор болезней. Большой набор болезней до того. Ну, это, конечно, вызвало только дополнительные восстания. Я хочу вам показать сейчас, если мы можем, карту того, что происходит в США. На этой карте вы увидите, сколько вспыхнуло. Вот эта карта протеста против расизма и полицейской жестокости. То есть охвачены Соединенные Штаты не все, но существенная часть знаковых штатов и знаковых городов, как вы видите. От Бостона до Лос-Анджелеса, от Портленда до Атланты, от Хьюстона до Миннеаполиса. Все полыхает. Чтобы было понятно уровень ужаса того, что происходит, давайте я вам покажу, что в частности происходило в Атланте, когда протестующие сожгли штаб, и там, нанесли учерб, так будет корректнее, штаб-квартире СНН, которая, ну, в общем-то, никак не могла понять, за что же им достается. Они же вроде были с протестующими, при том, что их журналистов и задерживали в прямом эфире из Миннеаполиса. Вот вы видите, что сотворила толпа с обходом в СНН. Итак, подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютьюбе. Толпа такая, что, конечно, мы ждем, когда Госдеп Соединенных Штатов потребует, чтобы немедленно освободили всех задержанных американцев, правда, не ясно у кого, наверное, от властей каждого отдельного штата, они же такие независимые. Также мы, конечно, уверены, что сейчас американцы скажут, что народ имеет право на мирные выражения своих чувств, чтобы никто не смел никого трогать руками и выступит против собственной полиции, собственного президента, который в ряде штатов уже приказал вести национальную гвардию. Но что-то мне показывает, что это хихи. Сегодня многие наши ребята писали, много остроумного, точного. Ну, давайте выведем в эфир сразу несколько наших друзей. А, пожалуйста, дайте нам возможность, вот какие замечательные люди сегодня с нами. Потрясающая Маргарита Симоньян, умнейшая, прекрасно знающая Америку. Ребята находятся, работающие в Арте, во всех точках мира. Правда, иногда там, где они находятся, эти точки оказываются горячими. Я сегодня смотрел, как Ритина, сотрудница во Франции, тоже разместила очень печальный и тревожный репортаж, когда толпа мигрантов вышла, требуя свои права в Париже. Также мы видим двух Дмитриев и поздравляю еще раз профессора «Смотрящего в мир» со вчерашним дебютом. Это было великолепно. И отдельная благодарность Дмитрию Дробницкому за то, что поддержал и помог во время этого стрима. Рит, что это такое? Что там происходит? Американцы что, с Глузду съехав или они печенюшек Нуланд где-то нашли? Что произошло? Есть ли там какие-то политические требования, и нашли ли они уже руку Москвы? Знаешь, американцы с этого Глузду съезжают периодически, несколько раз. Ну, я не скажу, что каждый год, хотя почти каждый год. И всегда по одной и той же причине. Это знаменитое, то, что называется police brutality в Америке, полицейская жестокость, полицейская брутальность, полицейское насилие, то, как мы бы это назвали, которое действительно в Соединенных Штатах все мыслимые и немыслимые границы переходят. Я не знаю ни одной другой страны в мире, где это было бы так. Ну, начнем с того, что, как известно, в США больше заключенных на душу населения, чем в любой другой стране мира, в том числе в тех странах, которые принято считать диктатурами страшными и ужасными. Так вот, в США сидит людей в тюрьме больше. В США полицейские убивают больше людей, чем где бы то ни было в мире. Это вот в прошлом году, если я точно помню, 1310 человек было. Порядок цифр такой, порядок цифр такой ежегодно. Для сравнения, у нас это единицы или 10 человек, 12 человек. Как правило, у нас это люди, которые бывают убиты во время вооруженного сопротивления. Как правило, это антитюрористические операции где-то на Кавказе, когда они, соответственно, сами стреляют. Ну, конечно. Правоохранители спасают свои жизни, спасают жизни окружающих. В общем, там ситуация совершенно очевидная. В Соединенных Штатах это абсолютно не так. И как сказал у них губернатор, наличие черного цвета кожи не должно быть приговором. Оно быть приговором не должно, но быть приговором оно остается. Эта ситуация не меняется. Люди, ну давайте называть вещи своими именами. Люди испытывают по-прежнему фобию, ксенофобию, фобию по отношению к чернокожим. Известно множество случаев, когда в Америке вызывают полицию просто потому, что увидели чернокожего. Полиция приезжает, потому что кому-то показалось, что чернокожий как-то подозрительно идет по дороге, подозрительно плавает в бассейне, подозрительно жарит барбекю, подозрительно гуляет со своим ребенком. И в таких случаях очень часто этот подозрительный человек, который, в общем, ничего не сделал, а просто он черный и он кажется поэтому страшным, опасным, он оказывается или убит, или ранен, или как-то грубо задержан. Вот в данном случае человек оказался задушен коленом по шее. Ну мы с тобой это видели и в Нью-Йорке в 14-м году, мы с тобой это видели. Ну слушай, это начиная с дела Родни Кинга, на нашей памяти происходило постоянно. Но вопрос в другом, а политические требования какие-то есть? Смотри, Америка вся стоит на ушах, ну это реально. При этом люди выходят и выясняются из-за того, что... Это все мне напоминает, помнишь, советское время, ну ты не можешь помнить, тебе, наверное, рассказывали. Прости, я все время, я старенький, я все по себе. Был такой Луис Карвалан, и когда проходит большой митинг в Грузии, выходит уважаемый человек, говорит, я не знаю, где находится Чили, и я не знаю, кто такой Луис, но пока его не пустят на карнавал, я не выйду на работу. Вот здесь примерно такая же ситуация. То есть где это Миннесота, что там этот Миннеаполис, кого там придушили? Но пока не разграбим все магазины, мы не успокоимся. Какое отношение имеет полицейская беспредел и полицейская жестокость в Миннесоте ко всему, что происходит, скажем, в Атланте, потому что там же полиция федеральная? То есть там нет государственной полиции, это полиция каждого штата. Зачем они грабят магазины? Что это за страны-лойка? Никаких политических требований, но к чертовой матери разнесем все магазины и все сожжем. Нет, политические требования там тоже есть. Как и в любом таком протесте, тем более в Соединенных Штатах, всегда есть часть людей, которые выходят чисто по политике, что называется, а часть людей, которые пользуются этой ситуацией для того, чтобы выловить побольше рыбку и побольше рыбок в мутной воде. Что они устроили в Атланте и почему они пытались разгромить квартиру СНН, совершенно очевидно для того, чтобы это понять, достаточно посмотреть СНН. Достаточно прямо сейчас открыть сайт СНН и посмотреть, что пишет СНН об этих протестах. СНН не дает вообще, вот я главную страницу сегодня целый день, ну не целый день, конечно, но некоторое время изучала и довольно подробно, чтобы найти хоть какую-то их знаменитую другую сторону. СНН дает 15. Они нашли, и они правы, и Трамп это отметил. Другая сторона, это мы! Это мы виновники во всем том, что сейчас приходят в Штатах. Посмотри, Трамп только что опубликовал. Here we go again! Fake news CNN is blaming Russia, Russia, Russia! The sick losers with very bad ratings! Post-cryptum can't blame China because they need the cash! Хорош, красавчик! Он говорит, вот опять началось! Fake news CNN обвиняет России, Россия! Они просто больные лузеры с ужасными рейтингами! Кстати, а что на Китай-то не наезжаете? Боитесь бабла недополучить? Красавчик! Дональд Фредич! Красавчик! Товарищ Трамп, как обычно, жжет! Но на самом деле, CNN не публикует никаких цитат, никаких, как на телевидении говорят, синхронных протестующих, никакую их правду. Они дают бесконечные сообщения полиции. Вот этот молодец полицейский сказал то, вот этот руководитель участка сказал это, вот губернатор еще вот то. Протестующих они постоянно обвиняют в вандализме, постоянно обвиняют в нарушении всего на свете и даже не пытаются понять, от чего, собственно, добиваются та часть людей, которая пришла не просто погромить магазины, а которая, собственно, изначально была возмущена. А это движение, которое называется тремя словами и определяется, собственно, их целью тремя словами. Black Lives Matter. Жизни черных тоже важны. Имеют значение, да? На русский, да. Именно этими надписями украшены теперь эти разрушенные здания, эти магазины, банки, Louis Vuitton и все остальное. Там добавился еще новый лозунг. I can't breathe. Я не могу дышать. Это то, что говорил этот несчастный. Это лозунг сейчас ситуативный, он такой хороший метафорой оказался. Потому что, с одной стороны, я не могу дышать. Это именно то, что говорил Флойд, когда полицейский душил его коленом. С другой стороны, я не могу дышать. Это то, что чувствуют вообще люди, особенно черные люди в Америке. Потому что, ну, в Америке действительно ты с полицией так не можешь себя вести, как у нас это принято, да? Пререкаться или вообще просто... Ой, а давайте сейчас покажем, как большая женщина попыталась вежливо с полицейским пообщаться и стала его бить, и что произошло сразу после этого. Это, кстати, всем нашим либералам, которые очень любят во всем обвинять российскую полицию, так поможет. Ребят, можем, да, показать? Вот посмотрите, просто чтобы не было никаких иллюзий. Пам! И тут же получают нокаут. Тут же! Представляете, да, какие вопли вы сейчас были? У Навального, Ходорковского, Плющева. Ну, мы уже видели это все. Хотя в Москве и близко ничего подобного не было. Ну, вот так, малейшее сопротивление. Хлобыспитак. Я сегодня прочитала у нас в Телеграме слитый документ нашей полиции. Я его даже репостнула, опубликовала у себя в канале. И я его вчера опубликовал. Да, прошу прощения родной полиции за то, что опубликовала слитый. Но это же инструкция, как должны действовать полицейские сейчас, когда введены вот эти вот прогулки в Москве и прочее. Точнее, как не должны действовать полицейские. Там жирным шрифтом написано, жирным шрифтом с пятью восклицательными знаками. Не задерживать, не составлять протокол. Это внутренняя инструкция, которая посвящена тому, что... Не трогать, не подходить. Не трогайте их, да. Не трогайте их, будьте вежливыми. Представить себе такое в Америке абсолютно невозможно. Потому что Америка действительно, ну что тут греха-то, действительно полицейское государство. С действительно очень репрессивной машиной. С действительно чудовищными руками. Только сейчас это совсем не помогает. Тебе не помогает? Нет. И, кстати, у нас тут жаловались же журналисты, что с ними жестоко обходится наша полиция. Они там из автозаков сейчас вот все постили. Там Фильгенгауэр, Плющев, то есть все так переживали. Никого не хочу обидеть. Просто посмотрите, что тем временем произошло с журналистами в Кентаке. Без фрай чикин. Just Kentucky. Вот, посмотрите, мы его Кентукки называем, да? Вот, пожалуйста, идет тихо, спокойно. Кэтлин Раст рассказывает. Полицейские видят, что это журналисты, которые ведут репортаж. И вы видите ружье. И они начинают по ним спокойно так палить. Тихо и спокойно. Это резиновые пули. Они говорят, у нас есть права, права. Ага. Права-то у вас есть, ребята, но по вам стреляют. Ну, а все, наверное, так просто, скромненько. Даже не резиновые пули, их обстреляли такими перечными пулями. Это пули, которые еще и распространяют ту же субстанцию, которую в баллончике с перечным газом распространяют. Причем вот эта вот девушка-журналистка, она утверждает, что полицейские целились именно в них, прицельно стреляли именно в них. А так там же видно? Камера, чтобы не было. Там видно, там никаких людей. Причем один полицейский им говорит, что да, 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 идите. Другой начинает стрелять. И это, в общем, происходит всегда. Наших журналистов в Америке многократно задерживали во время протестов. У нас бывали случаи, когда их отправляли, не просто задерживали вот так вот, да, до составления протокола, а держали там по несколько суток. Адвокаты уже потом этим занимались, потом бывали суды. Это, в общем, такая норма жизни. Просто у нас об этом говорить не принято. Это же нарушает типичный нарратив, что у них все хорошо, у них свобода, а у нас здесь диктатура и полицейский прорывок. Страшная диктатура. Кровавые тираны. Свободу Юрию Деточкину. Просто кровавые тираны. Венедиктов опять, извини, я знаю, но твой друг, я поэтому... Он так опять говорит, не сметь, срочно отпустить! Сиди тихо! И смотри, как это происходит в тех странах, за которые ты топишь. Насладись реальной жизнью и реальным пониманием. Интересно, чем все это кончится, потому что, на самом деле-то, несмотря на то, что протесты такие в Америке часто, но вот, например, национальную гвардию мобилизовали впервые за всю историю. За 164 года существовали гвардии Миннесоты, ее мобилизовали в первый раз. И их не хватает. И полицейские как раз оправдываются сейчас. Очень много таких официальных заявлений тем, что они допустили эти беспорядки и этот разгром, потому что у них не хватает людей. Потому что беспорядки такие массовые, как вот у них не хватало врачей в Америке, и не продолжает не хватать, чтобы лечить от коронавируса, потому что так много заболевших. Также ситуация сейчас с этими протестами. Так много вспышек в таком количестве районов. И они прямо официально говорят, мы подавляли эти протесты в тех точках, где нам хватало людей, куда мы могли... Там уже сколько в Миннесоте сожгли... Там уже сколько сожгли полицейских участков? Четыре, пять? Ну так, веселухо. Не скажу точную цифру, но много. Уже погиб сотрудник Федеральной службы охраны американской. Просто погиб во время этих протестов. Нет, он не просто погиб, его застрелили. Его застрелили, потому что протестующих оружие. Да, то есть это все не просто так. Так, у нас мужики заскучали. Рит, давай узнаем мнение интеллигентных Дмитриев. Ну, ну-с, кто желает начать? Ну, давайте я начну. Да, да, давайте я, так сказать, начну. Ну, смотрите, на мой взгляд, здесь, несомненно, нужно разделять две вещи. Да вы нам картинку четверых сразу показываете. Разделять две вещи. Во-первых, конечно, вопрос, связанный с конкретным преступлением в Миннеаполисе. С одной стороны, да, вроде как он демонстрирует, а Гин и тот же, как говорят в Америке, Пэттен. Говорит, тебя не слышно? Что? Так, у нас Маргарита не слышит. Тебе слышно или нет? Марго, тебе нас слышно или не слышно? Нет, мне слышно только тебя, Володь. Но мне этого достаточно. Зря. Мужики умнейшие и потрясающие. Так, сейчас наши технарии что-то придумают. Они сейчас тебе позвонят. И, может быть, даже сделать... Сейчас уже должна слышать... Дим, попробуем еще раз. А вы выходите пока, подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе. До миллиона еще далеко. Отлично. Так, хорошо, я так понимаю, слышно всем, да? Все, давай. Да, ну хорошо, да. Так вот, я хочу сказать, что действительно, здесь надо, конечно, разделять два вопроса. Один вопрос связан действительно с очень давней и застарелой проблемой Соединенных Штатов, связанных с полицейским насилием, с социальными проблемами чернокожего населения. Потому что, конечно, очень часто под совершенно неоправданные подозрения и репрессии попадают люди, которые законопослушные, семейные и так далее. Но, на самом деле, у полицейских выработался рефлекс хватать, так сказать, чернокожих. Ну, понятно, он вырабатывает за профессиональную карьеру тоже не просто так. На самом деле, обратите внимание, все эти проблемы очень часто происходят отнюдь не в консервативных провинциях, не в консервативных городах, а в самых, что ни на есть, либеральных штатах, либеральных городах. С либеральными мэрами, губернаторами там и так далее. Ну, вот это давнейшняя, так сказать, развлекуха американских либералов держать все черные в качестве постоянного боевого, так сказать, такого резерва. Это люди на пособиях, люди в бандах, им, по сути дела, некуда идти. И каждый раз, когда случается такого рода неприятность, очень легко их поджечь для решения каких-то собственных задач. И, на самом деле, кукловоды-то все те же самые, это отработка тех же самых технологий, которые используются везде. Но, тем не менее, конкретный случай в Миннеаполисе, на самом деле, он довольно любопытен в том смысле, что выяснилось, что полицейский вот этот вот Дерек Шовин и Джордж Флойд, который погиб от его колена, это люди, которые знали друг друга, причем знали достаточно хорошо, то есть дело как бы не такое простое. Но то, что, так сказать, в сети абсолютно, что называется, беспалевно было выложено, так сказать, план вот этих самых Black Lives Matter на, так сказать, поднятие бунтов в полутора десятках городов, из которых сейчас, кстати говоря, не все еще задействованы. Ну, давайте покажем сейчас, Дим, продолжайте говорить, а мы покажем карту, как полыхает Америка сейчас. Да, ну вот, кстати, на самом деле, вот на этой карте, да, это более полная, так сказать, карта. Как вы видите, задействовано практически все, единственное, что до сих пор, как вот я вижу, не подожгли Флориду, хотя во Флориде в двух местах предполагалось, так сказать, такого рода шествие. Правда, она запланирована была на 31 и 1 число, с повторами захватили, так сказать, вот все западное и восточное побережье, даже, так сказать, Средний Запад, добрались до Таласа и Хьюстона. Это все очень хорошо срежиссированное действие. Причем те люди, которые грабят магазины, жгут машины, разоряют там целые кварталы, в том числе своих же братьев чернокожих, магазинчики, рабочие места и так далее и тому подобное, это один разговор. А что касается политических требований, то СНН попыталась, так сказать, да, озвучить политические требования этих самых, значит, бунтующих. И что они там услышали? Вы убили нашего одного, мы убьем ваших двух. Ну, это просто было, так сказать, у них в эфире. И поэтому, конечно, мародеры отдельно, а сверху сидят более умные дяди, в СНН, обязательно чернокожие, конечно, чтобы было по политкорректней всякие, Дон Лемон, Иван Джонс и там и так далее. У них во всем этом деле виноват Трамп. Для меня СНН навсегда болгарская девушка Раиса Василова. Я помню, как она еще там в конце 80-х жгла Раиса. Притом у нее был такой трогательный болгарский акцент, который был неистребным. Да. Ну, я, так сказать, здесь еще что хочу сказать. Смотрите, на самом деле шутки с шутками, их, конечно, очень сейчас много в нашем российском сегменте интернета по поводу того, что, значит, протестующим надо помочь, надо ввести санкции, надо, так сказать, провести расследование там международное под контролем России, Китая, Северной Кореи, Венесуэлы. Это все, конечно, очень смешно. Но просто, на мой взгляд, нужно немножко серьезнее к этому делу относиться, потому что вот по сравнению даже с 2014-2015 годом, когда, так сказать, полыхали Фергюсон, Нью-Йорк и Балтимор, ситуация гораздо более серьезная и не переходит пока что в гражданскую войну в Соединенных Штатах только потому, что вторая сторона пока еще не ответила. Хотя мы уже видели в Миннесоте, так сказать, горячих белых парней, охраняющих супермаркет друга, так сказать, с полуавтоматическими винтовками. И на самом деле вот только-только вот это полыхнет, там никакой нацгвардии не хватит. Кроме всего прочего, надо понимать, что Black Lives Matter – это движение, которое много кем финансируется. Как правило, конечно, люди скрывают свою принадлежность к спонсорам этого движения, но, например, Джордж Сорос совершенно не скрывает, кто стоит за этими всеми делами. Это хорошо организованная сетка, хорошо профинансирована. Поэтому те технологии, которые отрабатываются сейчас там, они могут отработаны быть в любом месте, так сказать, в любом месте мира. Они были отработаны уже в любом месте мира. Просто трагедия Америки, что они думали, что они выпускают дракона, забывая, что дракон кусает себя за хвост. Поэтому всё то, что они привнесли на Ближний Восток, на постсоветское пространство, вдруг оказалось у них. И сейчас поэтому весь мир не без ехидства им втыкает по полной программе. А китайцы просто изгаляются как могут. Говорят, что там по поводу Гонконга вы говорили? Как-как? Срочно отпустите всех своих задержанных и прекратите насилие против людей, вышедших на улицы. Наши все военкоры, которые в Киеве стояли, дают прекрасные советы как одним, так и другим, что надо делать. А я всё жду, когда появится тень Маккейна, Вика Нуланд наша с печенюшками. Вот прям жду, когда сейчас туда все потянутся. Прямо вижу, как китайские эмиссары, раздающие демсамы протестующим. Демсамы это смешно, да. Слушайте, ну на самом деле, всё-таки надо понимать, что эта ситуация как бы не такова, что они не ожидали, что к ним это придёт. Они намеренно поджигали Америку. На самом деле Сорос, Сиенен, он абсолютно на стороне протестующих. То, что разгромили штаб-квартиру, вот это, пожалуй, укусили за хвост. Но надо понимать, что они сейчас, по большому счёту, совершенно разумно и совершенно намеренно разжигают гражданский конфликт внутри Соединённых Штатов. Им это сейчас выгодно. Точно так же, как они это пытались сделать в 2014 году. Правда, я думаю, что они не добьются никаких результатов. Но, тем не менее, это намеренное разжигание гражданского конфликта. Ждут, провоцируют, делают всё для этого необходимое. Но хотят-то ничего. Хотят, понятно, чего. Создать неприемлемую, так сказать, понятную обстановку для переизбрания. Чтобы Трампа не переизбрали. Его уже обвинили. Он главный там сейчас виновник, так сказать, всего происходящего. Разумеется. Но Трамп-то парень хитрый. Там после 16-го года, как мои американские коллеги это справедливо называют, такой бой подушками. Знаешь, он ещё называется бой тортами. Когда все друг в друга бросают торты или бросают подушки. И бой всех против всех. Потому что 16-й год до такой степени ошеломил вот эту стабильную, мейнстримную Америку. Вот этот дип-стейт, так называемый. Что с тех пор они воюют просто все со всеми. И человеку со стороны, да и человеку изнутри. Иногда очень сложно понять, а чего они хотят. И кто именно хочет чего. И этот же самый человек может хотеть совершенно другого завтра. Вот мы и наблюдаем. Поэтому вот так. А это не гражданская война, когда все против всех. Да, Дим, что скажете, мудрейший профессор. А мы пока параллельно попробуем подключить наших уважаемых, ну нельзя сказать корреспондентов, но свидетелей происходящего из Лос-Анджелеса. Да, Дмитрий, что думаете? Здесь, как во всякой ситуации такой вот политико-силовой, есть три элемента. Время, пространство и политическая воля. Время. Ну посмотрите, ну это надо быть там предельно наивным человеком, чтобы считать, что все это случайно. Конечно, там есть и координирующий центр. А для подобного рода событий, в общем, особенно и политические лозунги не нужны. Действительно, я у Дмитрия Олеговича согласен, что грабит один контингент, а протестует другой. Ну вот посмотрите, какая степень координации. Это фактически локальный повод, развернутый в общеамериканскую тему в очень сжатые сроки. Я не думаю, что это еще главный политический бой Соединенных Штатов. Я думаю, что это, конечно, проба пера. Я думаю, что они будут подгадывать под осень. Но тем не менее, степень координации, ну она очень высокая. К пространству. Ну вот посмотрите, если бы это был Мичиган, Детройт-Мичиган. Ну да, ну все понятно. Я напомню, в 67-м году в замечательный город Детройт вводили не просто национальную гвардию. Да там авиации фигать, там вообще много чего было. Напомню, как Гарлем сожгли, там чуть ли не бомбили все, что хотели. Да, это Миннесота, Миннеаполис, очень спокойное место. Поэтому пространство имеет значение. У меня тоже был эпизод, меня весной 92-го года нелегкая судьба занесла в Лос-Анджелес. И вот причем именно в тех играх... Поминается, тяжелая журналистская судьба забросила его в Париж. Нет, тяжелая судьба политолога. Не примазываюсь. Но там вот ожидание этого насилия, оно просто висело в воздухе. И надо сказать, что не прошло и полгода, как оно там, собственно, произошло. Но что интересно, кстати говоря, я бы соотнес вот это все не с Детройтом 67-го года. Я могу сейчас дать ошибиться, но по-моему, 67-й год. А вот именно с событиями в Лос-Анджелесе в 90-е. Там же основная стрельба была не только между Национальной гвардией и грабящими и бунтующими, а между гражданскими лицами, в том числе, которые свои магазины защищали. Нет, это про ЛА. Не-не-не, подожди, подожди, подожди. Там было еще хуже. Там началась война между черными и желтыми. Там была война между афроамериканцами и китайцами, если кто-то не помнит. И ведь сейчас, совершенно не случайно, там из полицейских, которых обвиняют в трагедии, в убийстве в Миннесоте, один-то белый, а второй-то, извините... А второй азиат. А второй азиат, потому что отношения между азиатами и афроамериканцами тоже далеки от идеала. Но я вам сейчас брошу мысль, которая... Я вам сейчас брошу мысль, которая, может быть, многим не понравится, но она у меня давно была. Вот смотрите, был классический американский подход с кризиса восьмого года. Залить деньгами и спасти бизнес даст возможность всех уволить. 40 миллионов безработных сейчас в США. И никакие вертолетные деньги не останавливают людей. Потому что уровень неопределенности приводит к тому, что народ как спичка готов вспыхнуть по любому поводу. То, что народ вышел и грабит, показывает, что, в принципе, они не чувствуют себя неответственными, не социализированными. Они чувствуют... Вот ковид довел их до неслучайного состояния. Говорят, что ковид пробивает голову тем, кто болеет. Там в тяжелых стадиях люди чувствуют тяжелое психологическое давление. А 40 миллионов стать безработным – это гигантское психологическое давление. Так что выясняется, что американский подход, а ничего страшного, зальем вертолетными деньгами и уволим всех, кого хотим, приводит к тому, что для народа все равно страшно. Если человек не чувствует ответственности, что ему рабочее место сохранено, что ему есть куда возвращаться, для него привычная жизнь отрезана. И он идет и грабит, и он считает, что никакого завтра нет, и что все можно. Американцы не учли массовую психологию, не учли психологию человека, у которого нет работы. Так что выясняется еще раз, что наши гораздо мудрее и гораздо тоньше понимают людей, чем американцы с их подходом, каждый сам за себя. Вот каждый сам за себе, вот и начинается то, что мы видим сейчас на улицах. Но это мое личное мнение, я могу быть неправ. Ну я вот тут чуть-чуть дополню, ведь пространство, оно не только большое пространство, оно и маленькое пространство. Ну что такое вот эти все пригороды, в которых это все происходит, начиная с Фергюса? Ну это же пространство, где работы нет, там альтернативные социальные структуры, рано или поздно там должны возникнуть альтернативные и политические структуры. А с учетом того, что в Америке оружие, как у дурака махорки, так рано или поздно они начнут стрелять друг в друга. Мы посмотрим на большое пространство. Вы посмотрите, как одновременно и очень красиво и скоординированно заполыхали побережье. И это все происходит на фоне впервые за лет за сто проявления вот этого американского регионализма по-настоящему. Собственно говоря, который в 16-м году проявился. Сейчас он начинает обретать такие политические формы. Ну и последний, третий элемент, это политическая воля. А вот ее на сегодняшний момент нет. Есть Трамп, который очень, ну да, вот он последовательно пробивает вот эти вот совершенно свои решения. А что он может? У президента США возможностей не так много. Дим, а что может президент США? Войска на территории он использовать не может. Он может только ресурсом Нацгвардии объявить чрезвычайное положение и все. Он может задействовать, ну не совсем. Он может задействовать ФЭМу. Но для этого нужно объявить чрезвычайное положение. Ну конечно, я говорю, чрезвычайное положение Нацгвардии. Которая ситуация, которая формируется в США, это ситуация двух слабостей. Слабеющий Трамп, который уже считал, что он победил. И вот перед ним начинает формироваться призрак поражения. Но его противники еще слабее. У них даже не хватает политической воли выйти из тени. Собственно, поэтому мы пока еще не видим ни одного представителя противоположного фланга. Не молнуйся. Я зато мы скоро... Который решил, чтобы возглавить этот протест или как-то его осуществлять. Не надо ничего возглавлять. Я думаю, скоро увидим как раз желание штатов отделяться. Ничему не удивлюсь. Марго, ты начала говорить, мы тебя перебили. Спасибо, дорогой. Я хотела сказать, что ты абсолютно прав по поводу безработицы. И фишка в том, что безработицы и без всякого ковида, и до всякого ковида было, и есть, и останется достаточно. И людей, которые никогда не имели работы. И людей, которые живут на пособии. И людей, которые сознательно живут на пособии. И даже не пытаются искать эту работу. Людей, которые состоят в многочисленных гэнгах, вот этих вот знаменитых американских бандах, занимающихся наркоторговлей или мелким бандитизмом. Их и так столько, что эта гражданская война может длиться вечно. Без всякого коронавируса, без всякого ковида. Еще хотела тебя повеселить. У нас же субботний эфир. Ты разрешишь мне рассказать один анекдот, который я сейчас вспомнила? Прочитав, в чем именно, я сейчас посмотрела, в чем именно СНН, обнаружив русский след, где именно оно его обнаружило. Значит, это просто умора. Дословно. В 2016 году русские агенты переодевались черными активистами, чтобы повлиять на выборы. Ты понимаешь? Переодевались черными активистами? Черными активистами. А, выдавали себя за черных активистов, чтобы повлиять на выборы. Я вспомнила один из моих любимых анекдотов, когда в советское время, во время Холодной войны, очень долго готовили двух шпионов для того, чтобы их десантировать в Советском Союзе. Конкретно на Украину их обучили есть галушки, петь песни украинские, блестяще говорить на украинской мове, читать всю украинскую литературу. В 10 лет их обучали. И, в конце концов, они десантировались где-то в украинской степи. И идут навстречу им старик. Они ему «здоров, гид!» Он им «здоров, американские шпиони!» Они ему «яки ж мы шпиони, мы ж хлопцы!» А он им «яки ж вы хлопцы, як вы нигры!» Вот это абсолютно история об этом. «Яки ж вы хлопцы, як вы нигры!» Русские выдавали себя за черных активистов. Да, давно не было так весело в международной политике. Кстати, если уж мы заговорили в какое-то время о Лос-Анджелесе, давайте покажем картинку, что происходит в Лос-Анджелесе. Кстати, шеф полиции Лос-Анджелеса выступил с обращением к народу, а заодно поговорим с обитателями Лос-Анджелеса Антоном Гинсбургом и Дарьей. Вот это то, что происходило в Л.А. Выглядит это все какой-то фантасмагорией, как кино, вертолеты в воздухе. Крайне беспокойно. Прям думаешь, что же случилось-то? Я на самом деле ничего хорошего в этом не вижу. Это разграбили ювелирный магазин. Я считаю, что это все печально, потому что, когда такую страну, как Штаты, начинают трясти, то всему миру от этого будут проблемы. В этом ничего хорошего нет. Я испытываю чувство искреннего соболезнования и семье погибшего. А владельцам, представляете, всех этих магазинов, вот, но ни с того ни с сего. Просто их сейчас взяли и разорили. Значит, даже невозможно себе представить, какие будут потери. Конечно, там, понятно, страховые компании что-то будут пытаться. Но шутки шутками, а это, конечно, потери будут гигантские. Давайте поговорим с Антоном из Дарии. Ребят, привет. У вас хоть хорошая погода. Рад за вас. У нас сегодня тоже было уже где-то по 24. Ну, вас, надеюсь, не затронуло? Все нормально у вас? Все нормально. Все пока прекрасно. Ну, как мы живем далеко от Даунтауна Лос-Анджелеса. Соответственно, Лос-Анджелес большой и очень зависит от того, в каком районе ты живешь. Все, что происходит в Даунтауне, до нас долетает только в качестве новостей на Ютубе. Вот, поэтому мы здесь в безопасности. Хотя вот на пляжной зоне, на Венис-Бич, здесь можно увидеть следы, как сказать, недовольства в виде граффити на стенах, которым однако сложно подойти, потому что у каждого граффити стоит полицейский. А написано, что «I can't breathe» или «Black Lives Matter»? Я не знаю, как «No, I killed the police». А вот так вот даже, да? Ну, и то, что, наверное, в эфире говорить не стоит. Очень грубое еще. Да, like, «Fat the police, kill the police». Ну, это да, да. Вот так. То есть они не любят наши ямайские песни, они не исполняют «I killed the sheriff, but I didn't kill the deputy». Да, то есть они это не любят еще. Да, то есть они это не любят еще. А понятно, вот Л.А. ты чего сошел с ума? Где Л.А. и где Миннесота? Почему, кто вот в Л.А. за этим стоит? Кто так нервничает? Почему это происходит в Л.А.? Потому что это, как, все происходит в Миннесоте. Еще раз. Почему это происходит здесь, не в Миннесоте? Почему Л.А. реакция так плохо? Потому что в Лос-Анджелесе очень большое черное комьюнити, особенно центральное Лос-Анджелесе, даунтаун Лос-Анджелеса. Да, и люди чувствуют себя причастны к тому, что приключилось в Миннесоте, и они, собственно, считают, должны на это реагировать. Однако не только черное комьюнити реагирует, но и представители любых национальностей тоже в этом активно участвуют. В основном люди из неблагополучных районов, как Даунтаун, как центральный Лос-Анджелес. Не, я понимаю, что они возмущены тем, что случилось в Миннесоте. А нахрена магазин это громить? Ну, здесь такой неоднозначный момент, потому что, с одной стороны, это смотрится как... Я не помню, понял. Антон, это не точно вопрос, что я задаю. Большое вопрос – это, окей, это ужасное дело. Я согласен, это ужасное дело. Это ужасное дело. Афри-американец был ужасно уброшен в Миннесоте, но это ничего не связано с Л.А. Л.А. полиция, после 1992, пытается действовать, но даже если они так встали с полициями, то, почему они так встали и уничтожили все эти магазины, все эти маленькие магазины? Почему они просто берут, что они хотят? Это не связано с протестами. Это связано с другим, с геймбанг, культурой или что-то. Но это не связано с настоящим протестами. Извиняйте, ребята. Сказал, что какого хрена они в магазина развивают. Я не уверен, что вы говорите в английском. Я могу говорить в английском? Что? Что-то. Вы знаете, это достаточно для меня. Извините, я думал, что это CNN. Я не знал, что я могу... Он говорит, извините, ребята, я не знал, что это CNN. Это мой ошибок. Это жаль, если я могу быть абсолютно честным. Если говорить честно, это просто долбаные беспочвенные извинения. Отмах. Нет, это повод сделать то, что спровоцировала ситуация ковида. И это смотрится так, как люди используют то, что случилось в Японии, как повод для грабежа. Это как будто большой клуб. И они просто любят ждать перед тем, что-то происходит. Как сказать? Да, это смотрится как будто это комьюнити просто... Не переводи с русского на русский, Даш. Все нормально. Антон, вы откуда? Да. В Нос-Анджелесе. Я родился в Нос-Анджелесе. Калифорний. Да. Рейс и Бун. Окей. Именно. Так откуда русский... И русский благодаря Дарье? Я все научился... Нет, мои родители русские. Ребята, берегите себя. Надеюсь, что у вас все обойдется и вас это не затронет. Вы красивые пары, счастья вам и удачи. Дим, скажи, я чувствую, что профессор, смотрящий в мир, загрустил. Он сидит в тихой и скромной квартире. А там люди на пляже в хорошей погоде. Да, подписывайтесь на Соловьев Live, ставьте лайки. Ну, ладно. Я думаю, что это не Майдан. Это даже не начало Майдана. Но то, что Америка стоит перед очень серьезным системным кризисом, это медицинский факт. Но... А дальше я просто помолчу, послушаю умных людей. Не-не-не, Дим, не молчи. Не молчи. Это серьезный вопрос. Вот когда ты говоришь о том, что это серьезный системный кризис. Ну смотри, нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, Америка. Так что случилось? Что пошло не так? Ведь вдруг выяснилось, что нет системного ответа. Если раз за разом эта ситуация воспроизводится? Ну, во-первых, она не раз за разом производится. Все-таки после... Это не совсем так. После ситуации в Лос-Анджелесе 1992 года, согласитесь, что примерно 10 лет в Америке было относительное спокойствие. Это никогда не перерастало в какие-то общеамериканские процессы. И, ну, вопрос заключается в том, что Америка, в те 12 лет, которые были до, ну, примерно 2004-2005 года, развивалась путем наращивания потребления ренты. То есть Америка выжимала из всего мира все, что только можно. в действительности, когда говорят, что Клинтон отрицал Рейган, это неправда. Он довел эргономику до состояния посинения. То есть до своих минимальных пределов. Американский капитализм, вот он достиг своих пределов. Дальше, да, вот если посмотреть примерно с 5-7 года, начинается действительно вот масштабирование этих процессов. Ну, да какое же, кстати говоря, это большой урок нашим экономистам, которые говорят, давайте перейдем к минимальному гарантированному доходу. Ну, и в Соединенных Штатах, если брать вот эту систему фудстэмпов, да, систему социальной поддержки. Да, де-факто она есть, да. Они же тоже, в общем, к ней подходили. Ну, вот они к ней и подошли. Можем сказать даже точнением, что выросло несколько поколений живущих на пособие по безработице. Да, по крайней мере, два с половиной поколения, которые никакой другой работы, кроме как, ну, может быть, поденщина или криминальный бизнес, они не знают. А главное, что за эти два с половиной поколения в пригородах любого американского города возникли уже собственные социальные структуры, которым государство не нужно и которое государство вполне готово, которое это государство готово вытеснить. У меня вопрос, вот это в этот раз произойдет или в следующий. Хороший вопрос. Но я вам могу показать кое-что, что мы с вами точно никогда не видели. Давайте посмотрим, что происходило в Уашингтон, Д.С. Картиночку нам покажите, пожалуйста, Вашингтона. Белый дом. Белый дом у вас он называется. Номер Дуэ. Белый дом по送��ным печалям. Грязн wear dileм wiperael нужно это¬. Шагусти. Шагусти ноги. Шагусти ноги. А ну, а sus! Я хочу cerлюхать. Лайя защитная... Белого Yaz seemitая. Белое peaceful. Белогоadan уточния сквозны. Белого+, бето. Лайя защитная грязь женщина. Ничего так, да? Понимаете, ребята, это уже вокруг Белого дома. Это может все что угодно произойти. Так, подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе, ставьте лайки. И могу вам показать, чтобы далеко не ходить, совершенно уникального типа, который главный специалист по России, который объясняет СНН, что вот это русский след. Посмотрите, пожалуйста, сейчас вот. Не одному кажется, что он похож на Бориса Моисеева. Не, ну просто реально, он как-то совсем похож на Бориса Моисеева. Так, ребята, спасибо. С некоторыми из вас попрощаюсь, чтобы не мучить. Рита отпускает тебя, чувствую, у тебя там дела, ты пишешь. Тебе сложно и тяжело. Не, не, я читаю, я продолжаю читать, что там происходит. Так расскажи, что пишут. Давай, поделись. Поделись, что нам пишут. Я хотела, если позволить уважаемому профессору ответить, согласиться с ним, что это, конечно, не Майдан, и никакого Майдана не будет, если Майданом мы называем ситуацию революционного протеста, которая, собственно, должна привести к смене власти как таковой. Почему не будет в Америке Майдана? Безусловно, такая ситуация, которая сейчас в Соединенных Штатах, почти в любой другой стране, ровно к Майдану, то есть к революции бы и привела. Даже я бы сказала, что на настоящем Майдане, если брать в масштабах страны, возможно, все было и не так жарко, как это сейчас происходит в Америке. Надо сделать, на самом деле, серьезный сравнительный анализ и посмотреть. Почему это так? Потому что для того, чтобы условный Майдан, для того, чтобы вооруженные протесты превратились в ситуацию революции, нужно вмешательство извне. Давайте с вами попробуем вспомнить за последние годы. Это где в мире случалась настоящая революция, то есть резкая смена власти, без вмешательства кого? Америки. А у Америки, ни в какой Америки, которая в нее бы вмешалась и, воспользовавшись бы этими протестными движениями, выслала бы туда оперативный штаб по голове с Нулан с ее печеньками и сбросила бы легитимную власть. Ну нет второй такой Америки в мире. Поэтому ничего не произойдет. Давайте только порадуемся. Вспомним, я не могу вспомнить, может быть, наши... Да, вот у Димы есть предложение. Да, Дим, где? Я хочу еще напомнить, что... Ну, на самом деле, дело не... Вот что они все интеллигентные люди. Я хочу напомнить, что больше всего жертв за историю Соединенных Штатов В какой была войне в Америке? В гражданской. В гражданской войне 1861-1865 года погибло 600 тысяч человек. Огромное количество людей по меркам середины 19 века. Во время за всю Вторую мировую войну столько людей у них не погибло. Это была самая кровавая именно гражданская война Соединенных Штатов. Я только... Согласен, Сэй. Я только хотел бы одно делать возражение здесь. На мой взгляд, очень важное. Дело все в том, что речь идет действительно о Майдане. Но это не значит, что ситуация из фазы холодной гражданской войны не может преврасти в гражданскую, так сказать, горячую гражданскую войну. Сейчас просто, на мой взгляд, это проба сил. Это проба, так сказать, организационных структур. На самом деле, я думаю, что сейчас чешут репу, так сказать, на самом деле и консервативные организации по всей Америке, чем они могут ответить, включая самые крайние правые. Но на самом деле у них будет повод, у них будет повод повторить то, что они сделали в середине 19 века. Очень даже неплохой. Потому что с учетом коронавирусного кризиса, с учетом огромного количества разосанных уже бюллетеней для голосования по почте досрочного, с учетом того, что в Штатах совершенно нет согласия, сплошные суды о том, какие документы предъявляют на избирательных участках, может случиться так, что проигравшая формально сторона объявит о несогласии с итогом выборов. В результате выборы могут не признать никто. И вот тогда этот мобилизационный потенциал очень даже понадобится. И на самом деле та же самая Виктория Нуланд, которая плела там всякие разные заговоры шпионские, очень даже будет раздавать всем этим чернокожим, несчастным американцам печеньки. Правда, ничего кроме печенек они потом не получат. Но зато, так сказать, можно заварить очень серьезную кашу. Это всерьез проговариваемая вещь. Либеральные, мейнстримные СМИ-то там сейчас просто в прямом эфире обсуждают. А что будет, если Трамп не признает итогов выборов? И начинают рассуждать на эту тему. Я напомню, что сразу после инаугурации, помните, в Вашингтоне там миллионный марш был протеста, но он был все-таки мирный, хотя лозунги звучали разные самые. Я думаю, что это просто тренировка перед очень важным днем, днем 4 ноября, когда будут подведены итоги выборов. Если что-то не понравится, будет то, что... Вы правы. Будет то, что... Вы посмотрите, в Миннесоте заявили, приехали погромщики из других штатов. И такие заявления во многих штатах... Да, да, конечно. А это значит, что... Ну, это нормально, они тестируют логистику. Правильно, это значит, что... Они тестируют логистику. Понятно, что главная ставка у них осенью. Но в чем я согласен и одновременно не согласен с Маргаритой, так это в том, что мы все время исходим из того, что у нас одна Америка. А одна ли она у нас сейчас? У нас была одна политическая элита. Что-то я не слышал протестов от республиканской партии по поводу переворота на Украине. Наоборот, это был бипартийный переворот. А вот сейчас у нас Америка 2, если не 3. Поэтому вот мы посмотрим, собственно говоря, может ли быть Майдан, как Майдан в Америке. Вот это... Конечно, не 2 и не 3. Это как раз то, о чем я начал говорить. Сейчас Маргарите верну слово. То, о чем начал говорить. Не случайно уже заявление, что к нам приехали погромщики из других штатов. А это значит, что губернаторы штатов, особенно те, которые республиканцы, будут включать строгость, будут отсеивать то, что мы видели уже с распространением ковида. Когда штаты говорили, к нам не приезжать. А это значит, они пойдут по пути, если угодно, такого местечкового сепаратизма. Объясняю, что так, у нас все хорошо и выйдет, как мы видели уже в Миннесоте, когда выходили белые мужики, и говорили, yes, we are rednecks, that's our country, and we don't want those motherfuckers fogas ruin it. Вот если вот, чтобы это не происходило, чтобы не было, когда мы реднеки и не хотим, чтобы эти долбанько разрушили нашу страну, и у них оружие всех есть. Вы посмотрите, какие штаты-то пылают. То есть, Rusty Bell-то как раз не пылает. Да. Ну, кроме Миннесота. Кроме Миннесота. А в Миннесоте, сейчас, я думаю, начнется обратка. Когда будут создавать белые дружины, белое ополчение, и говорить, мы нет, мы не против негров, нет, мы не против афроамериканцев. Я уже задолбался с этой политкорректностью, не знаю, как их теперь правильно называть. Мы за. Но давайте без бандитов. Рит, возвращай слово. Я по поводу того, что сказал Дмитрий, тоже соглашусь и не соглашусь. На самом деле, вот когда Америка смотрит в окно, смотришь снаружи, да, на отражение, кто там в окне, она одна. То есть, когда Америка занимается внешней политикой, она одна. Она в своей внешней политике практически все. Очень сложно будет привести пример, когда у них разный взгляд на внешнюю политику по итогу. Ничто они говорят во время выборов, во время предвыборной кампании, много ничего говорят. Итог всегда один. А вот когда речь идет о внутренней политике, их, конечно, две, а изредка бывает и больше. Но вообще очень интересная мысль, вот сейчас прозвучала, да, у вас, коллеги, о том, что действительно, может быть, Америка, которая привыкла эти сценарии применять в других странах, когда ты где-то инстегируешь процесс, где-то подхватываешь существующий процесс, разжигаешь его и используешь это для смены легитимно избранной власти. Может быть, Америка в этот раз, вот эта глубинная Америка, Deep State этот знаменитый, решила использовать тот же сценарий в своей собственной стране для того, чтобы спросить своего собственного, естественно, абсолютно никому неугодного президента. За этим еще интереснее наблюдать, если это так. Красиво. Меня удивило произошедшее в Портленде. Посмотрите, пожалуйста, потому что в Портленде я не помню, чтобы раньше громили суды. Потому что все-таки у американцев есть представление о том, что суды – это святое. Ну, вот это то, что происходило в Портленде. Но у нас есть еще отдельные карты, отдельные кадры, как в Портленде, если я правильно помню, разгромили суды. Вот это как раз суд Портленда. Там внутри они ворвались, все, что могли, разнесли. Ну, так, непростая тема, потому что обычно американцы воспитываются, если не уважение к полиции, то уважение к суду. Хотя тоже надо отметить, больше в кино, чем в реальной жизни. И заметьте, как образ, который Америка продюцирует наружу, не имеет ничего общего с той реальностью, которая творится внутри Штатов. Давайте поговорим с Тимом Кирби, радиоведущим. Как это бывает с именем Тим Кирби, он американец. Что, конечно, удивительно. Тим, привет. Знаешь, говорят, что самое распространенное... Добрый вечер. Да, говорят, что самое редкое имя в Испании Иван Иванович. Я вас очень плохо слышу, поэтому попросу заранее немножко терпения. Без проблем. Слушаем тебя, Тим. По поводу событий там никакой вопрос. Я вопросов не услышал. А, хорошо. Тим, как ты относишься к тому, что происходит в Штатах? Кому это надо? Какие все-таки политические требования? Почему настолько вспыхнули все Штаты, а не только Миннесуто? Главное понять, что это происходит в разу каждые 3-4 года. Когда я был маленьким, это случилось в Лос-Анджелесе. Несколько лет назад это было в Фергюсоне. А теперь это в Миннеапурсе. Это просто, как сказать, африканская народная гнев набирается, попадает в СМИ большой красивый кадр и выплеск эмоций. Кто-то что-то ворует, принесет себе домой телевизор, и все начинается снова. Можно даже сказать, что это началось, может быть, в конце 60-х годов. Потому что беспорядки в ВОЦе, это практически то же самое. Повторный вопрос. Но непонятно. Потому что, казалось бы, Америка изживает расизм. Даже афроамериканец был президентом Барак Обама. Так прям носятся с правами афроамериканцев. Вот для них делают все возможное. Почему, тем не менее, не удается решить эту проблему? Почему, тем не менее, не удается решить эту проблему? Дело в том, что это отношения полицейские к африканцам и ко всем. Потому что, ну, некоторые полицейские совершают, как сказать, недобрые дела. И иногда их наказывают, но это недостаточно для африканского слоя населения, скорее всего. Что очень часто, если сказать, полицейский ведет себя плохо, то наказание может быть не работает. или, так сказать, в лучшем случае больше не работает полицейским. Это не особо, не, как сказать, не воскресает того, кого он убил, понимаете? Поэтому, как человек, кто родился в африканском районе, где африканцы в большинстве, конечно, вот это возмущение, одних я слышал многие годы. Но ничего не меняется, отношения не меняются. Не зависит раз от полицейских. Это просто, как сказать, вечный вопрос. Как в России, скорее всего, мы очень часто обсуждаем коррупцию. Но в африканском районе отношение к полицейским обсуждается бесконечно. Всю мою жизнь. Спасибо большое, Тим. Слышно тебя и правда плохо. Ребят, давайте вот сделаем опять большую красивую картинку, и можем в центре показывать не карту Соединенных Штатов, а просто крутить видео, которые идут. Режиссер меня слышит, или вы заснули на пульсе? Сделайте, пожалуйста, вот поставьте, пожалуйста, середину. И где-то у нас Великий Маслов отдыхает. Нет, потому что как-то нехорошо, что Гонконг даже поздороваться не успел Гонконг. Даже сказать ничего не успел, даже близко ничего такого не делал. А там уже санкции и все дела, а Америка делает все, что угодно. Я жду, когда Совбез потребует созвать Китай и Россию по поводу того, как нехорошо обращаются с жителями США и их власти. То есть я... Мне кажется, сейчас очень время великого политического стёба. Все задумались. Не будет стёба? То есть всё сойдёт на нет? Нет, ну, понимаете, чем дело? На самом деле, я думаю, что дело уже не до стёба немножечко. Мне кажется, что этот стёб, конечно, там как бы неплох, но немножечко поздновато. Потому что, понимаете, стёб хорош тогда, когда, так сказать, действительно остались ещё люди, которые могут или хотят прозреть. Все умные люди давным-давно прозрели по поводу того, что, в общем, в мире более-менее всё происходит одинаково, с одной стороны. А с другой стороны, все страны сейчас вступили в такое жёсткое соревнование, в котором вот это деление на мир правильный и мир неправильный, оно уже как бы абсолютно нерелевантно, вот никуда не годится. Поэтому те люди, которые будут вздыхать по поводу нормальных стран, они будут продолжать вздыхать, это у них уже на уровне, так сказать, химических изменений в мозге, это уже шизофрения. А всем остальным, ну, как-то это уже не так смешно, как это могло бы быть, там, не знаю, лет 10 назад, примерно. Ну вот, при этом я могу сказать ещё одну вещь, что всё-таки если уж говорить о тех людях, которые действительно там более-менее понимают баланс происходящего и в мире, и там, в Штатах в частности, понимаете, приличный человек, ну, он так устроен, что он, конечно, будет сочувствовать, там, невинно убитому, так сказать, чернокожему американцу, но не в жизни будет сочувствовать толпам, которые грабят магазины и печат смерть полиции и так далее. То есть, и поэтому как-то не до стёба, Владимир Радольфович. Понимаете, вот я сейчас смотрю, лента тут у меня новостная, американская перед глазами, в Окленде, так сказать, соответственно, это калифорнийский Окленд, убит полицейский, причём застрелил. Опять, кошмар. Именно уже коп полицейский, да, тут как бы здесь. А, значит, в Детройте убит, значит, соответственно, то ли протестующий, то ли владелец магазинчика, там сейчас разбираются. То есть, насилие набирает обороты, и вот судя по, так сказать, фергенцовской шкале, у них там впереди ещё как минимум неделю. А что вообще называется гражданской войной, если не это? Когда мы, с какого количества жертв мы начинаем считать, когда идёт гражданская война? Сколько их должно там с каждой страны погибнуть? 10, 50, 1000? Ну, нам же с тобой это сказали в 14-м году на Украине. Не-не-не, подождите, на Украине, мы же помним, была чётко поставлена задача. Нам нужно 100 человек. 100 человек? 100 трупов. Ведь потом, когда американцы, в частности, показывали у себя этот фильм, о том, кто стоял за переворотом, там же звучало, что нужно 100 трупов. Но давайте послушаем мудрого. Знаете, и тут раздался тихий голос Лао-Дзы. И с нами профессор Маслов. Алексей, добрый вечер. А, его ещё нет, понятно. Ему нужно 3 минуты. А, кстати, а почему у нас не идёт видео того, что происходит сейчас в Штатах? Сделайте, пожалуйста, так, чтобы шло. И найдите мне, пожалуйста, эту дурочку, вот с её видео, Russian Princess, который рассказывал, в Америке вам полиция только улыбнётся, если вы захотите выйти погулять. Я так рада, что я провожу этот карантин в Нью-Йорке. Это прекрасный город, здесь всем всё раздают. Люлей там всем теперь раздают, дура. Простите. Я пока Маслову нет, я услышал у Маргариты очень богатую, одновременно страшную мысль. Но ведь если всё так, и это действительно предчувствие гражданской войны, и действительно всё к этому идёт, то тогда логика американской политической элиты заключается в том, чтобы сыграть Ленина наоборот, чтобы прекратить войну гражданскую, войну империалистическую. И вот тогда действительно мы стоим перед очень страшными событиями. Маргарита, это вы, конечно, сильно, это очень сильная мысль. У нас есть простой вариант. Мы можем их заслать Горбачёва. Им давно нужна перестройка. Михаил Сергеевич их научит. Впрочем, уже статья написана в Америке. Уже статья в Америке написана, что Америке нужна перестройка. Именно потому, что у власти Трамп. Так что, в общем, всё уже пишется. Мы как раз параллельно показываем, что происходит в Окленде. И профессор Маслов с нами на связи. Ну что, Алексей, теперь Гонконг кажется просто детской сказкой? И Алексей опять исчез. Нет, с чем. Зато я слышу дикую ругань в аппаратной. Это хороший знак, значит, жизнь продолжается. Да, Алексей появился опять. Выведите нам, пожалуйста, звук Алексея, а не Окленда. Да, Алексей, слушайте. Да, я думаю, что вообще то, что происходит сейчас в Окленде, это, одним словом, Гонконг – это студенческие игры, которые так между собой. Но дело в том, что, в принципе, вот это и есть исход того, что если долго говорить, что любой протест хорош, любой протест правильный, и надо поддерживать его, и студенты, они всегда правы, потому что они беспокоятся о судьбе демократии. Но вот у нас есть и Окленд там тоже, конечно, пускай не только студенты, но люди тоже беспокоятся о судьбе демократии. И самое интересное, что формируется та же самая история, как было в Гонконге. В Гонконге это теория роя, где нету реальных лидеров, где есть, наоборот, либо сотни лидеров, каждый из которых обслуживает свой район. Например, есть там группировки района, гонконгского района Мунгкок, какие-то группировки в районе Шима Цунь, и вот все они между собой даже не контактируют. Связь идет через, опять-таки, разные онлайновые радиостанции, и поэтому подавить эту историю практически невозможно. Но самое интересное, что и там, и там в основе лежат не политические, не только политические, а социальные причины. Я думаю, что в Гонконге все начиналось, конечно, не с безработицы, как там в Окленде, а начиналось с того, что были задраны цены на жилье, на попытки, на возможности купить жилье, особенно молодым людям. Потом к этому прибавился и вопрос о том, что не хотят, не хотели гонконгцы принимать закон о экстрадиции из Гонконга людей на территорию Китая в случае преступлений. То есть все было по отдельности решаемо. Но потом это все наслабилось, наслабилось, и самый главный момент. Китайские власти же готовы были решать эту проблему, и они пытались ее решить. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Гонконг очень тщательно разжигали. Вообще, судя по всему, Гонконг должен был взорваться 1 октября прошлого года. То есть тогда, когда, я напомню, это день образования КНР, празднования, Си Цзиньпин стоит на трибуне, и в это время в Гонконге идет вот такая вот история. И американцы, судя по всему, уже заготовили, ну, если не понегрики по поводу свободы гонконгской молодежи, то, по крайней мере, некрологии по поводу тех погибших людей, которых должны были китайские власти убить в Гонконге. КНР тогда не пошли, не стали вводить войска в Гонконг ни перед 1 октября, ни после 1 октября. И появилась, казалось бы, надежда, что потихонечку вся ситуация сойдет на нет. А нет? Ну, ее очень тщательно. Но нет, конечно, потому что ее очень тщательно разжигали. А сейчас Китай троллит Америку в ответ или нет? Как вот сейчас Китай реагирует? Нет, вообще, Китай опубликовал все, что творится в Окленде, опубликовал на некоторых сайтах видеоролики, но потом их очень быстро снял. Потому что вообще Китай не хочет это обсуждать, это американское дело, не надо никаких намеков. Ну и самое главное, когда, если мы посмотрим даже просто китайские социальные сети, там никакого, даже не то, что троллинга, а просто активного обсуждения того, что творится в США, нет. Но Трамп вчера очень жестко выступил по поводу международной, как надо сказать, Семерной Организации Здравоохранения и Китая. То есть просто, не просто жестко-жестко, а наотмашь. То есть санкции, ВОЗ забыть. То есть там прям грубит по полной программе Китая. Он не просто грубит, он хамит, прошу прощения, как трамвайный хам. Я понимаю, почему. Китай сейчас пытается наступить на все больные мозоли Китая. Трамп заявляет о том, что пора бы и Тибет признать независимой территорией. Кстати говоря, подставляет Тибет, честно скажем. Трамп опять возвращается к проблеме уйгуров, как сказано, уйгуры, этнические казахи, киргизы на территории Китая. Тем самым, по сути дела, заставляет Китай еще больше усиливать там нажим. Ну и, естественно, гонконгская проблема. Плюс ВОЗ, где Трамп говорит, что ВОЗ давным-давно находится под контролем КНР. Ну, во-первых, хотелось бы доказательств. То, что КНР могла, и вполне допускаю, в разных организациях, в разных комитетах переиграть США, да, все правильно. Но это и есть конкуренция, это и есть то, о чем мы все время говорим. Национальный эгоизм. Китай за себя, США за себя. Но теперь ряд ВИЗ отменяют, ряд контактов разрубают. Китайские компании недополучат американские инвестиции. То есть все серьезно. Может, Китай начнет поактивнее трезерис продавать? Я очень, даже не то, что боюсь, я думаю, что Китай жестко отвечать не будет. Китай плохо играет на том же самом поле, куда его затягивают. И он не умеет играть. И самое главное, судя по всему, Китай впервые за всю историю Нового Китая вдруг ощутил такую сильнейшую пощечину. Вот если мы отмотаем назад, посмотрим на Китай 30 лет назад, 40 лет назад, я имею в виду с 90-х годов, то Китай, даже начиная с 49-го года, Китай никогда сильно не был под чьим-то давлением. Наоборот, за последние 40 лет Китаем восхищались, создавали им очень хорошие условия. И Китай немножко размяк. Он привык расти, и люди привыкли расти. Китайцы привыкли ездить за рубеж, инвестировать, получать инвестиции. Это действительно все, кто приезжает в Китай, понимают, это совсем другой Китай. И вдруг Китаю дают наотмашь пощечину, по-хамски дают, перекрывают ему абсолютно все пути во внешний мир, и начинают опять теребить те больные раны, к которым Китай относится очень болезненно. Не случайно то, что мы слышим сейчас от Си Цзиньпин, от Ликотья, например, министра Китая, от различных членов политбюро ЦК КПК, о том, что Китай опять хотят вернуть в состояние полуколониальной зависимости. То есть это самое болезненное, что может быть Китаем. Но Китай ответил очень сильно. Китай же сказал, что придется тогда решать проблему Тайваня. О, абсолютно правильно. А этого, собственно говоря, мне кажется, и добиваются американцы. Как можно решить проблему Тайваня? Ну, понятно, военным путем мы это прекрасно понимаем. Технически это можно сделать, но тогда Китай, наверное, впервые за десятилетия нарушит свою концепцию и свою модель развития. Все решать только путем дипломатическим. Подожди, а почему только военным путем? Там же есть вторая партия, довольно популярная, которая как раз за воссоединение с Китаем. Ну, помочь им победить? Я очень боюсь, что пока она не очень популярна, особенно на фоне нынешних событий. Но я понимаю прекрасно, что идеологическая война начнется. Начнутся, конечно, и спецоперации. Начнутся скупка, грубо говоря, голосов в тайваньском парламенте. Все это будет. Вопрос в том, что Китай, судя по всему, совсем не хотел этого делать вообще. Китайская концепция заключается в том, что постепенно, шаг за шагом, развиваем Гонконг, потом гонконгскую модель переносим на Тайвань. Все радуются, хлопают в ладоши, говорят, как все здорово. Наивные китайцы. Китайцы, вот как ни странно, я тоже думаю, что мы почему-то часто переносим на Китай нашу модель поведения. Я много раз об этом говорил, что мы готовы сражаться с кем угодно абсолютно. Если нас заденут, мы начинаем отвечать. И, как всегда, можем ответить даже неадекватно, что многих пугает. А Китай начинает договариваться. И все говорят, о, в этом большая мудрость улетит, как китайцы договариваются. Но ведь договариваясь, пока не проигрывают шаг за шагом. И когда мы еще в прошлом году беседовали, да, в прошлом году мы еще беседовали, говорили, что есть как бы граница, красная черта, за которую просто отходить нельзя. И Россия, кстати говоря, поведение России показало, что мы же тоже Россия обо многом договаривались, с американцами договаривались. Но когда начались принципиальные вопросы... Ну, сегодня же как раз Путин проводил Совет Безопасности, на котором он сказал, что разговоры с американцами так никогда не дошли до серьезной фазы.